Большой визит в Саранск. Прибыл полномочный представитель президента России в Поволжье Михаил Бабич. В Мордовию он проведет два дня. Сразу по прилету полпред вместе с Владимиром Волковым осмотрел объекты чемпионата мира по футболу, который пройдет в столице региона через год. Репортаж Людмилы Кусеровой. Так начинался первый день официального визита Михаила Бабича в Мордовию. Его борт прилетел с опозданием. Сначала полпредпрезидента в Приволжском федеральном округе решил осмотреть Саранск с высоты птичьего полета. И спустившись с небес на землю изучил аэропорт. Правда, пока только по схеме сейчас на этом объекте идут интенсивные работы. Мы хотим международный терминал. Почему мы такой большой? Первый у нас был 18 тысяч квадратных метров и стоил он 3,5 миллиарда. И там несколько пунктов пропуска. И по таможне, и по границе. Можно оставить два пункта пропуска. Это вполне в этот терминал уместится. Это мы уже, так сказать, прорабатывали. Оставить его международным. После аэропорта делегация отправилась на стадион Мордовия-Арена всего через год. Вот здесь состоятся матчи Мундиали. А предстоит сделать еще очень много. Задача этой вечерней экскурсии – показать Михаилу Бабичу, что подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 года ведется. Возникающие проблемы решаются. И все, что создается здесь и сейчас, открывает для жителей столицы Мордовии большие перспективы. У нас в парке, в центральном зоопарке, стесненный, в центре города, стесненный, маленький. И мы хотим вот там зоопарк сделать. Вот так вот, да? Да. Вот это вот, вот после дороги, вот дорога, и до дороги туда сделать весь, значит, зоопарк. И, а, после дороги, вот где самосвалы идут сейчас, да, там мы уже сажаем парк. Владимир Волков обратил внимание Михаила Бабича на то, что вокруг стадиона уже вырос абсолютно новый городской микрорайон с развитой инфраструктурой. И квартиры в еще строящихся домах хорошо продаются благодаря особым условиям, созданным руководством республики. Если ты хочешь продать под 5 процентов, ты хочешь ипотеку, он хочет продать в ипотеку, то он должен продать не дороже, чем 44 тысячи рублей квадратный метр. А за 50 рублей уже ипотеки не будет? Да, а уже за 50 рублей льготной ипотеки не будет. Мы тем самым сдерживаем стоимость. Но ипотеку вы напрямую скусидируете с рубежа. Да, да, да. На этом закончился первый день официального визита. Серьезный тон политических разговоров сменился непринужденной беседой. По итогам этой и еще нескольких встреч потом Михаил Бабич проведет большое совещание, на котором расскажет, что он увидел в Мордовии на этот раз. Людмила Кусерова, Павел Толобаев. Наши новости. Спасибо. Спасибо.